Главным следствием развала Советского Союза и отказа от социалистического пути развития для Республик Средней Азии и Казахстана стала бедность. Миллионы людей в результате либеральных реформ были буквально выброшены за борт жизни. Несмотря на то, что с момента начала свободного плавания постсоветских республик прошло больше 30 лет, проблема бедности остается по-прежнему острой. Нынешние элиты предпочитают не вспоминать, как в начале 90-х годов доверчивому народу расписывались блага нового капиталистического строя. На преодоление экономических трудностей отводилось 2-3 года, после чего жителей должны были ждать процветания и богатства. Лживость подобных обещаний была очевидна уже тогда. Пример десятков азиатских, африканских и латиноамериканских стран показывал, что признаком нерегулируемой рыночной экономики является социальное расслоение и появление огромной массы бедного населения. Сегодня, спустя три десятка лет, бедность по-прежнему главный фактор, тормозящий экономическое и социально-политическое развитие государств. Все программы по ее уменьшению не дают, как правило, желаемого результата. А все потому, что экономическая структура и социальная политика большинства постсоветских стран с неизбежностью воспроизводят бедность, которая стала наследственной. У детей, которые рождаются в бедных семьях, практически отсутствуют шансы найти высокоплачиваемую работу, приобрести собственное жилье и т.д. Ведь почти все социальные услуги, в том числе образование, стали платными, что консервирует бедность. Особенно тяжелая ситуация сложилась в Таджикистане и Киргизии. И если Таджикистан на заре так называемой независимости пережил затяжную и кровопролитную гражданскую войну, то вина за тяжелое социально-экономическое положение Киргизии целиком и полностью лежит на совести руководителей страны. Ввергнувших прежде развитую индустриально-аграрную республику в пучину разрушительных рыночных реформ. Все это привело к тому, что бедных в Киргизии по официальным данным 37% от общего числа жителей, или более 2 миллионов человек. Причем тенденции к снижению уровня бедности отсутствуют. Напротив, по сравнению с 2009 годом этот показатель вырос на 6%. Особенно тяжелая ситуация наблюдается в Нарынской, Чалалабадской, Ошской и Таласских областях. За сухими цифрами скрываются человеческие трагедии и невыносимое положение сотен тысяч людей. В особо тяжелых условиях находятся дети. Достаточно сказать, что 143 тысячи кыргызстанцев в возрасте до 18 лет не могут удовлетворять элементарные потребности в питании. Или, иными словами, попросту голодают. Как признал Минздрав Республики, 22% случаев причины смертности малышей в возрасте до 5 лет является недостаточное питание. Кроме того, в результате бедности многие дети не посещают школы, они вынуждены помогать своим родителям. По информации Детского фонда ООН, в Киргизии более 63 тысячи ребятишек младшего и среднего школьного возраста, то есть свыше 6%, не посещают учебных заведений. Из пяти детей каждый третий не имеет доступа к качественным услугам образования, социальной защиты и здравоохранения. Впрочем, бедность – это не только детская проблема. Взрослые кыргызстанцы не в состоянии найти работу в родной стране. Вынуждены ехать на заработки в Россию и Казахстан. Точное число трудовых мигрантов не могут назвать даже органы государственной власти. По приблизительным подсчетам эта цифра составляет около 1 миллиона человек из 7 миллионного населения Киргизии. При этом денежные переводы, отправляемыми мигрантами на родину, исчисляются 2 миллиардами долларов, что составляет треть всего ВВП республики. Без этой подпитки социально-экономическая ситуация в Киргизии была бы хуже. Положение в соседнем Киргизии и Таджикистане не лучше. По данным официальной статистики, там за чертой бедности около 40% жителей. Но эта цифра может увеличиться в любой момент. 28% граждан находятся в группе риска, то есть балансируют у черты бедности. Чиновники рапортуют о значительных успехах. Но ситуация, когда бедными фактически являются две трети жителей страны, оптимизма точно не внушает. На фоне Киргизии и Таджикистана Казахстан выглядит презентабельной. Свою роль играют наличие в больших запасах минеральных и углеводородных ресурсов, а также тот факт, что руководство страны не пошло на бездумную приватизацию, сохранив значительный промышленный потенциал. Тем не менее, проблема бедности существует и здесь. И хотя в среднем по республике бедных относительно немного, 5%, в отдельных регионах этот показатель значительно выше. Например, в Мангистауской области более 11%. Относительно уровня бедности в Узбекистане и Туркмении, более или менее объективных данных очень мало. Официальное ведомство этих стран неохотно публикует подобную информацию. Если судить по оценкам западных финансовых институтов, например, Всемирного банка, то в этих республиках бедными являются около 20% жителей. Одним из внешних факторов, воздействующих на региональное развитие, всегда было влияние нерегиональных сверхдержав. А в последние годы усилилась роль наднациональных институтов развития. Регион Центральной Азии крайне зависим от внешних источников ресурсов, получаемых посредством торговли и прямых иностранных инвестиций. При этом участие Центрально-Азиатских государств в многочисленных соглашениях по безопасности, организациях по гуманитарно-культурному сотрудничеству, а также экономических объединениях, не слишком улучшает ситуацию, поскольку вышеперечисленные наднациональные регулирующие соглашения сформированы вне Центрально-Азиатского региона и не ставят основной целью своей деятельности развитие государств Центральной Азии. При этом сохраняется ситуация подавляющего влияния синоцентричных и пророссийских, а также роста влияния тюркских институтов при отсутствии в регионе европейского экономического вектора. Внешнее влияние на страны региона представляется исключительно сильным, однако ни одна из сверхдержав не готова действовать в интересах Центрально-Азиатских стран вщерб своим. Тогда как современные интеграционные институты не способны решить системную проблему, только дать драйвер роста. Рассмотрим основные типы наднациональных институтов, действующих в Центральной Азии и их конкуренцию за номинирование в регионе. Западноцентричные институты, такие как Всемирный банк или МВФ, работают в направлении продвижения демократических ценностей, снижения остроты проблемы бедности и устранения не ее причин, а следствий. На это указывают как структура портфеля проектов или же условия кредитования. Такие институты не намерены содействовать преодолению бедности в регионе. Они стремятся к сохранению статуса КВО в развитии Центральной Азии и сохранению своего влияния в регионе. При этом результатом их деятельности будет являться приход к власти прозападных элит и демонстративное снижение остроты бедности, как и помощь беднейшим, но не решение самой проблемы. Синоцентричные институты, например, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, содействуют продвижению китайских компаний и интересов. Часто не учитывая региональную специфику и интересы Центрально-Азиатских стран. Инициатива пояса и пути – еще один яркий пример продвижения китайской внешней политики Центральной Азии. Несмотря на то, что синоцентричные институты за счет того, что более развитые экономики в большей мере интересны Китаю, содействуют преодолению бедности в странах, где реализуются их проекты. Однако преодоление бедности и достижение достойного уровня жизни – разные вещи. Второе находится как вне интересов, так и вне возможностей институтов азиатской валютно-финансовой архитектуры. Пророссийские институты сегодня недостаточно активно действовать Центральной Азии, чтобы рассматривать их как реальные драйверы преодоления бедности. Аналогичный вывод можно сделать и в контексте анализа работы тюркских институтов, которые в первую очередь делают акцент на культурном сотрудничестве, тогда как пророссийские балансируют между культурным и экономическими аспектами взаимодействия со странами региона. Этот подход конкурентно способен благодаря вниманию к образованию, культурному развитию и облегчению миграции. На Центрально-Азиатские государства влияет множество внешних сил. Все они преследуют свои цели. То есть единственный вариант для стран Центральной Азии – балансировать между этими силами и стремиться к решению собственных задач через конкуренцию интересов внешних факторов. Отсутствие внешнего лидера, способного поддержать страны региона в решении их внутриполитических задач, объясняет стремление региональных игроков к многовекторному курсу. Опора на многовекторность – это не причуда региональных политических элит, а важное условие сохранения и развития государств Центральной Азии. Большая доля населения в Центральной Азии пребывает на так называемой границе бедности. При значимых внешних шоках это население сталкивается с резким понижением уровня жизни, пополняя ряды бедных и политически неудовлетворенных социальных групп. Низкая устойчивость стран Центральной Азии и их крайняя зависимость от внешних шоков вынуждает их искать новые возможности для сотрудничества с различными внешними факторами, не ограничиваясь отдельными форматами региональной интеграции. Социально-политические потрясения в странах Центральной Азии с начала 2022 года подтверждает этот вывод. Не менее интересно и то, что региональной интеграции как таковой в Центральной Азии не существует, не в последнюю очередь из-за того, что основные бреши глобального регулирования в регионе закрываются существующими институтами, представляющими интересы сверхдержав. Отсутствие экономической мотивации, низкая результативность интеграции в преодоление бедности, высокая конкуренция институтов и региональные противоречия не позволяют в полной мере сформировать региональную систему над национальных институтов. Центральная Азия полностью зависит от вне региональных институтов, что отдает на откуп ее развитие и интеграцию в мировую финансовую архитектуру нерегиональным фактором, создавая угрозу национальной безопасности стран региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова